Привет, просветители! Сегодня поговорим о том, кому и что должен настоящий мужчина и к чему зачастую приводит весьма оригинальное понимание установки «ты ж мужик». Когда мы представляем настоящего традиционного мужчину, ну, может быть, и не мы его таким представляем, достаточно часто в голове появляются три пункта, которые вдалбливаются большинству мальчиков с самого детства. А иначе будешь как девочка. А что-нибудь может быть страшнее? Настоящий мужчина не проявляет эмоций. Безудержное веселье. Эмоциональность – это вообще женская черта. В скобочках. Нет. Нет, конечно, эмоции-то есть, но вот их допустимый спектр достаточно ограничен. Эмоциональную женщину, безусловно, тут же окрестят истеричкой, но из числа настоящих не попытаются убрать. Кто-нибудь обязательно вспомнит про ПМС. Вот она себя так и ведет. Проявляет женскую сущность. Ты что, девочка? Спрашивает неодобрительно папа четырехлетнего сына, бросившегося к нему обниматься. Спрашивает и походи фиксирует раз навсегда понятную и простую ролевую модель, сменить которую будет ох, как трудно, если вообще возможно. Тут ведь внутри и отношение к женщине, и подсадка на оценку отца, и пренебрежение к сыну как слабому существу. Настоящий мужчина скрывает слабости. Ему не может быть страшно. Он не должен показывать свою ранимость. А иначе баба? Вот это оскорбление. И, наконец, реальный пацан должен, и чем о более упертых слоях общества мы говорим, тем жирнее становится это слово, проявлять свою мужественность и силу. В том числе через агрессию. Некоторые женщины считают абсолютно нормальным отправить своего парня на какие-нибудь разборки. Потому что он мужик и должен силой доказать правоту семьи. Он на меня косо посмотрел. Здорово, если вы никогда не сталкивались с логикой, кто сильнее, тот и прав. К сожалению, многие люди на своей шкуре ощутили ее прелести. Фу, разнылись как девчонки. Вы можете не соглашаться с этим списком, но, если что, претензии не ко мне, а к Американской психологической ассоциации. Если не забуду, оставлю ссылку на исследование в описании. Главная проблема даже не в том, что если мужчина не вписывается в эти пункты, общество начнет его осуждать. Хотя это тоже, скажу вам, не сахар. И в юном возрасте вполне может стать причиной... Пытаемся сохранить монетизацию изо всех сил. Да, очень по-мужски. Что, мне еще семью кормить? Ирония в том, что весь из себя мускулинный мужчина, такой ходячий гендерный стереотип, во многом именно из-за этих установок, неплохо так сокращает себе жизнь. И вот отсюда вытекает уже 4 опасных момента. Первый, внимание к своему здоровью. Точнее, отсутствие внимания. Женщины гораздо чаще обращаются к врачам. С самого детства девочки повторяют, ты же будущая мать, тебе нельзя это делать, придатки застудишь. К здоровью же мальчиков, такого пристального, хотя по факту поверхностного внимания, даже близко нет. А фразы из серии «Шамы украшают» только поддерживают наплевательское отношение к медицине. У настоящего мужчины что-то заболело, и он тут же побежит в больничку? Как-то это несерьезно. Перевязал, глотнул водяры и вперед. Понятно, что я утрирую, но более чем уверен, что многие, если посмотрят на своих родителей, опять же, естественно, не у всех эта картина, посмотрят на своих родителей и заметят, что отца-то уже нет лет 15. Он за пивом просто вышел. Вот-вот должен вернуться. Отметят, что отец более халатно относится к своему здоровью. Если в вашей семье это не так, это реально круто. Второй пункт – психологические проблемы. Настоящий мужчина не будет делиться своими эмоциями. Почему? Потому что. Не по-пацански. У нас, в принципе, еще наплевательское отношение к ментальному здоровью. Ммм, загрустил. Но парню, воспитанному в рамках стереотипов, поговорить с психологом морально сложнее. Ну, это же проявление слабости, что сам справиться не можешь. Че за мужчина-то? И отсюда вытекает пункт номер три. Можно сколько угодно подавлять эмоции и запихивать переживания поглубже. Действительный метод, всем советую. Они, увы, никуда не уйдут. Если женщине общество хотя бы позволяет заплакать, а порой это действительно может помочь снять напряжение, парню мы предлагаем бутылку. Вот в пьяном угаре мужчина может делиться проблемами и чуть ли не рыдать. Но это же особый случай, все понимают. И раз уж заговорили об алкоголе, стоит отметить, что особая часть общества, быдло, не только оправдывает мужской алкоголизм, но и подталкивает к более крепкому алкоголю. Ой, посмотрите, какой у нас Илюша красивенький коктейль заказал. Ты у нас кто? Девочка? Зонтик не забудь. Да и если мужчина не пьет, это все еще воспринимается многими как проявление некой слабости. Ну, не мужской поступок. А вот я никогда. Я безумно рад, что ты никогда никого ни к чему не принуждал. Чмок в пупок, ты в мире не один. Мужчины с более стереотипно маскулинным образом я сильнее рискуют умереть от инфаркта. Они вдвое реже обращаются к медицинским специалистам при появлении первых симптомов заболеваний. Они реже проходят психотерапию и чаще маскируют свои проблемы с помощью алкоголя и других зависимостей. Мужчины, которые подверглись насилию, не обращаются за помощью даже к близким людям. Центров помощи мужчинам в России фактически и нет. Ведь с ними принято работать как с авторами насилия, а не его жертвами. Мужчины гораздо чаще женщин получают травмы, а то и погибают в результате драк. Почему? Потому что мальчик должен уметь за себя постоять. Потому что кулак вполне себе решение проблемы. И да, безусловно, каждый может оказаться в ситуации, когда придется защищать себя. И здесь, кстати, пол не имеет значения. Ой, я девочка, поэтому душите меня. Не женское это дело отбиваться. Я сейчас не об этом. Я говорю о том, что в сознании многих людей, к сожалению, драка является вполне себе адекватным ответом на какую-то спорную ситуацию в жизни мужчины. У нас чиновнику предъявляют претензии, а он предлагает выйти по-мужски поговорить. Потому что ты прав не когда на твоей стороне правда, а когда ты сильнее. И когда твой оппонент валяется в грязи. Вот тогда ты прав. А что там по факту, ну какая разница? Ты доказал, что ты сильнее. Все. Какие вопросы-то? И надо понимать, что в данном случае, как и во многих других, мужской разговор это прелюдия к мордобою. Стремление стать настоящим взрослым мужчиной и взрослой женщиной у подростков выражается не в ответственности за свои поступки. Не, это скучно. А в алкоголе, сигаретах и мордобои с одной стороны и макияжей, вызывающей одежде с другой. Пить и курить, конечно, могут и девушки. Но именно в случае с парнями это воспринимается как некое, ну, конечно, может быть не самое хорошее, но тем не менее вполне себе нормальное мужское поведение. И это, блин, весьма печально. Человек гробит свое здоровье буквально лет с десяти, но он же мальчик, поэтому... Плохо, конечно. Но ему же не рожать. Я не хочу сказать, что стереотипная мужественность это что-то плохое. Нет. Сила духа, ответственность, решительность, умение держать слово, да и физическая сила. Это, безусловно, здорово. Но когда мужественность навешивается на человека как пальто на манекена и шаг влево, шаг вправо расстрел, человек сталкивается с огромным букетом проблем. Мужчины разные. Кто-то изначально больше подходит под этот эталонный портрет, кто-то меньше. Но, внимание, меньше мужчиной от этого не становится. Когда в процессе воспитания половине человечества порой предлагают наплевать на свои эмоции и запихнуть их поглубже, а еще лучше сделать вид, что у тебя их вообще нет, да и забыть про инстинкт самосохранения, морда кирпичом и вперед. Парни не плачут. Не стоит удивляться, что это приводит к не самым веселым последствиям для самих же мужчин. Ко мне обратилась мама 13-летнего мальчика. Основную проблему она формулировала так. Но он вообще не мужик, рохля какой-то, не умеет не постоять за себя, не настоять на своем, девочками не интересуется, совсем не стремится быть первым, сидит рисует свое аниме. Но самое симптоматичное в этой истории было то, что по воле случая мама оказалась одной из женщин, поделившихся своей болью в рамках флешмоба «Я не боюсь сказать». В сети она описывала встречу с таким вот мужиком, нагло и страшно предъявившим все те качества, проявления которых она требовала от собственного сына. Поразительно, но мы как будто не видим жуткого сходства и одновременно тяжелого противоречия. Я уже предвижу, что на этот ролик налетят гении. Ой, он хочет, чтобы мужчины обабились. Нет, я не хочу, чтобы мужчины спивались, не хочу, чтобы мужчины умирали раньше женщин, и не хочу, чтобы мужчины пытались впихнуть себя в совершенно непонятные рамки. Но вы это можете воспринимать как угодно. Настоящим мужикам же виднее. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком. Кроме того, не забывайте про подписку, комментарий, колокольчик. Огромное спасибо всем, кто является спонсором этого канала. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе, в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова